Итак, нас ждет разговор об онлайн-рекрутинге. Встречаем топ-лидер Казахстана Андрей Зеленков! Ну что, мир Фаберлик, я приветствую вас! Москва, привет! Меня зовут Андрей, а пока меня представляли, чуть не рассказали. На самом деле, всю мою тему, о которой я собираюсь рассказывать. Сегодня у нас тема рекрутинг как основа бизнеса. Я бы хотел начать с вопроса к вам. Поэтому, приготовьтесь, активно отвечайте, не стесняйтесь, выкрикивайте. Вот смотрите, сегодня мы здесь собрались в Москве. Все мы с вами с разных стран, с разных городов. У нас огромное количество структур, проектов. В каждой структуре проекте очень много лидеров. И у каждого из этих лидеров есть своя система обучения. Ответьте мне, какова цель любой системы обучения, неважно в какой она структуре, в стране, в городе. Какова цель? Расти, зарабатывать, рекрутинг. Еще! Опыт лидера, увеличение товарооборота. Да, по сути, вы все говорите правильно. Я все это подытожу, соберу в одно целое. То есть, цель любого обучения, это сделать из вот сегодняшнего новичка, который пришел, он вообще пустой в плане этого бизнеса. Он не знает ничего. И сделать из него в итоге лидера, который будет строить команду, увеличивать товарообороты, зарабатывать и обучать других людей. Но для того, чтобы ему все это делать, ему нужно в первую очередь рекрутировать. Все со мной согласны? Да, все согласны. Переходим к следующему слайду. Все согласны, все все понимают. Но тогда ответьте мне на следующий вопрос. Почему, к сожалению, далеко не все люди, приходящие в этот бизнес, которые вроде бы все понимают, вроде бы все хотят. Почему они в итоге не добиваются результата, не рекрутируют? Да, сзади подсказка, поэтому вам, конечно, легко ответить на этот вопрос. Я сейчас хотел бы выделить три состояния людей, которые хотят они этого, не хотят. Они все равно через это все проходят. Согласитесь, поднимите руки. Есть ленивые люди, кто считает себя ленивым? Молодцы, молодцы. Я вижу, здесь даже есть те, кому ленивые руки поднять. Я тоже ленивый человек, по-своему. Но что отвечает? Реально ленивого от лидера. Лидер, он борется с ленивым, старается с ней бороться, преодолевает. Так вот, лень. Как с ней бороться? Как мы с моей супругой, у нас, кстати, семейный контракт, как мы с ней боролись с этой ленивым? Я считаю, что у каждого человека должна быть, ну, какая-то своя боль. Я называю это мозолью. Все знают, да, что такое мозоль? Это такой момент, который не даст вам расслабиться. Согласитесь, нельзя о мозоле забыть на неделю. Ты такой ходишь, а потом раз вспомнил, а, да, у меня же там нога болит. Нет, это такой момент, который будет каждый шаг, вот вы делаете, и вам это напоминает, а, больно, 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 понимаете? Вот для нас в свое время этой мозолью, болью стал, ну, тот факт, что мы работали в нами. К сожалению, так получилось, что у нас была не особо любимая нами работа. Я думаю, у многих людей так происходит. И, понимаете, нелюбимая работа, это не просто такая сейчас общая фраза, типа, я не любил работу, я хотел свободы. Нет, это действительно было, ну, знаете, начнем с утра, да? То есть ты просыпаешься в будильник, там, в 5.45 я вставал, чтобы в 7 попасть на работу. Ты просыпаешься, естественно, ты не рад, ты не счастлив, ты, ну, ты понимаешь, что, блин, лучше бы я поспал. Ты едешь на работу, на работе тоже какие-то проблемы, головники, завалы, телефон разрывается, какие-то бумаги, подписи, ты там где-то косячишь, хочешь, не хочешь. То есть ты постоянно в напряжении. Ты задерживаешься после работы, ты едешь домой вечером, ты опять недоволен тем, что, ну, вечер, это же твое личное время, которое работа съедает. Вечером ты приходишь домой, и тебе надо лечь пораньше спать. Почему? Потому что завтра в 5.45 надо вставать, понимаете? Вот для меня это была та самая мозоль, которая не давала мне расслабиться, когда мы пришли в этот бизнес. Не было такого, что я сидел и думал, ой, что-то мне охота рекрутировать сегодня, может быть, завтра, что-то сегодня дождь, пасмурно, слишком жарко, солнечно, или там то и у кого-то, свадьбу, подружки, там еще что-то, да? Этого не было. То есть я всегда понимал, что сзади меня толкала вот эта самая мозоль, которая не давала мне покоя. Вам я рекомендую, и также, чтобы вы проецировали на свою команду, очень серьезно задуматься в самом начале пути вот об этой самой мозоли. Но отнеситесь к этому серьезно. Ну, как я на своем примере рассказываю, для меня, допустим, я очень часто слышу, как люди говорят, ну, я хочу квартиру свою, я хочу машину, я хочу путешествовать. Ну, лично для меня это никогда не было такой мозоли. Знаете почему? Потому что об этом можно легко забыть. Ну, типа, я хочу квартиру, но ты же сейчас где-то живешь, ты же не так, типа, красная, правильно, но что же? Ты где-то живешь, и, ну, это придупляется. Как бы хочется квартиру, ну, ну, ладно, пока так, пока с родителями, пока на съемной, да, ничего страшного. Хочется, кто-то выехал на Мерседесе крутом, блин, класс, супер, тоже хочу. Ну, ладно, на автобусе тоже можно ездить, миллионы людей ездят, понимаете? Это, ну, для меня не являлось той самой мозолью. Поэтому вам я рекомендую тоже об этом очень серьезно задуматься. Сейчас поддержите меня аплодисментами, я бы как бы это было сделаю. Спасибо. Следующее, выгорание. Я считаю, что через выгорание проходит абсолютно каждый человек. Основная причина, выгорание, их много, но я не буду так останавливаться детально. Основная причина, это, знаете, когда человек, ну, начинает что-то, ну, мы с вами в сетевом бизнесе, да, об этом будем говорить. Вот он приходит, он насмотрелся сторис от какого-то топ-лидера, а у того топ-лидера уже все классно, все круто, машины, путешествия, личный бренд, вау, признание, ну, просто шикарно. И человек смотрит, я хочу зарегистрироваться, я тоже так хочу, все супер, я уставлю себе наполеоновские планы, я хочу за год уже стать там, я не знаю, элитным директором, я хочу купить себе квартиру, машину, путешествовать. Но, как мы знаем, это все здорово, амбициозность здорово, но порой амбициозность, она, ну, не знаю, заставляет, наверное, человека поверить в очень-очень серьезные результаты, самое главное, быстрые результаты. Но так как мы с вами в этом бизнесе не первый день, не первый год, мы понимаем, что как бы сетевой не был крут и фаберлик, это все-таки бизнес, да, это все-таки труд, и это все-таки не волшебное место, где ты пришел, достаточно просто крикнуть, я хочу, и все сбылось. Это труд, это нелегкая продукция. И, к сожалению, очень много людей спотыкается вот от того, что они ставят, ну, завышенные цели на заниженный какой-то срок. Я сейчас расскажу маленькую историю, что у нас, я всегда ее рассказываю, когда говорю про выгорание, к нам приходила девочка в структуру, вот мы с ней встретились, сидим, обсуждаем, какие у тебя планы на бизнес, я ей там расписываю план, сколько людей за каталог надо приглашать и так далее. И она рассказывает, что стоит, вот у меня двое детей, я хочу четверкомнатную квартиру, у нас там в городе элитный район есть, элитный ЖК, ну, грубо говоря, там квартира может стоить, ну, 30 миллионов рублей, да, сейчас в рублей, если переводить. Классная, согласитесь, классная цель? Классная, классная, конечно, классная, квартира за 30 миллионов, элитный район, все здорово. Говорю, какой срок ты ставишь себе, чтобы достичь этой цели? Ну, говорит, ну, года два хочу я, хорошо, тоже классно, отлично, за два года, такие деньги заработаю. В итоге, она рассказывает о своих целях, я ей расписываю четкий план, смотри, квартира стоит столько, за два года ты хочешь, это 24 месяца. Делим эту сумму на количество месяцев, получается в месяц, уже с этого месяца ты должна начать зарабатывать вот такую-то сумму. Чтобы ее зарабатывать, ты уже сегодня, после разговора со мной в этом кафе, должна выйти отсюда, как минимум элитный директор. Чтобы выйти отсюда элитным директором, ты уже должна была, пока я тебе это все рассказывал, пригласить примерно 100 человек, заказывая на 50 баллов. И продолжать это должна делать каждый день. Не просто сейчас пригласить всех родственников и заставить их сделать 50 баллов. Ты должна это делать каждый день, каждый каталог на протяжении двух лет. На что она говорит, ой, да, ну как бы, да, немножко такая нереальная цель, наверное, по крайней мере для нее. Понимаете, о чем я говорю, да, к чему я все это веду? Потому что человек ставит цели, абсолютно не осознавая, что ему нужно для этого делать. Что с таким человеком происходит, и, к сожалению, с ней это произошло. Ну, через месяцев 4-5 человек просто выгорает. Потому что она видит, что, оказывается, пригласить 100 человек, ну это, как я так сказать, нелегко. Которые особенно сделают баллы, которые дальше будут продолжать оставаться в структуре, рекрутировать. Она все это понимает, и у нее начинают опускаться руки. К ней приходит осознание, что, оказывается, чтобы купить эту квартиру, ей надо не 2 года, а лет 10 с тем темпом работы, который у нее сейчас есть. То есть, понимаете, да, не буду дальше углубляться. Понимаете, в чем суть этого выгорания? Правильно расставлять цели для себя. Правильное планирование. Планирование. И для вас, и для лидеров. Самое важное, своим новичкам, своей команде разрабатывать, ну, не знаю, обучение, видео, эти с планированием. Как правильно ставить цели на каталог, на первые полгода, на год. Все это должно быть в обучении. Для того, чтобы люди не выгорали, а шли от ступеньки в ступеньки, делая шаг за шагом и потихоньку, потихоньку подбивались своих целей. Следующее. Меня ничего не зажигает. Ну, я бы сказал, что вот это меня ничего не зажигает. Это уже результат предыдущих двух моментов выгорания и лень. Здесь коротко скажу, если вас ничего не зажигает, у меня есть такие люди, вот ему нравится то положение, в котором он находится. Ничего его не сподвигает двигаться дальше, мозоли нет. Оглянитесь вокруг, посмотрите на своих детей. Может быть, они хотят чего-то большего. Постарайтесь им дать сейчас какой-то фундамент, чтобы они в свои 18 уже имели какой-то статус, уже какой-то трамплин был. У детей все здорово или нет у вас детей пока, да? Обернитесь на завтра, смотрите на своих родителей. Возможно, они что-то не успели сделать за свою жизнь. Подарите им эту жизнь. Возможно, они потратили очень много времени на то, чтобы поднимать нас, ну, вас, да, своих детей. Им некогда было. Время было тогда не то заниматься, ну, вот таким бизнесом, да, вообще в целом бизнесом, да, особенно люди советской эпохи. Посмотрите вокруг, ребят, и я думаю, меня ничего не зажигает, оно должно перерасти, ну, как минимум, что я хотя бы, ну, хочу постараться что-то сделать. Так, я занят, у меня опять глоток воды от вас, отбойте снять. Спасибо. Я занят. Это последний слайд, первая часть моего выступления. Вторая часть будет непосредственно про рекрутинг, то есть что мы делаем. Я занят, я считаю, это, знаете, самый большой самообман ленивых людей, давайте так назовем это жестко, да? Чем в основном люди заняты? Когда они не хотят делать вот что-то, что заставляет их выходить из зоны комфорта. Рекрутинг согласны, что это выход из зоны комфорта? Это же надо чего-то писать кому-то, с какими-то людьми не знакомы общаться. Многие этого не хотят делать. И человек, мозг человека начинает придумывать себе занятия, это занятие вполне легальное. Вполне действительно стоящий, вполне нужный в жизни каждого человека. Но тем не менее, эти занятия, они вас занимают, но они отодвигают изменения вашей жизни просто на задний план. В нашей команде, расскажу на примере. Я думаю, это у каждого есть. Я вот сейчас буду перечислять, говорить, вы сталкивались с этим или нет. Я занят. Чем я обычно занят? Ну, допустим, домашними делами. Допустим, надо приготовить кушать, надо помыть, переодеть детей, надо встретить мужа. У брата свадьба, той какой-то, праздник, мероприятие. Гости едут, надо убираться, потому что гости едут. Надо самой привести себя в порядок, потому что сейчас гости придут. Надо постоянно кому-то наливать чай. В общем, надо делать все, но только не рекрутировать. Сталкивались с таким в командах? Да, хорошо, не я один такой, значит. Я всегда говорю, ну, я говорю девочкам, потому что я сейчас, по сути, все перечислил. В основном, да, это лежит на хрупких плечах нашей слабой половинки, да, на плечах женщин. Я всегда говорю, девочки, это все, конечно, нужно делать. Но вы должны расставлять какие-то, ну, приоритеты, наверное, да. То есть не погружаться в эту рутину, не погружаться в этот быт. И задавайте себе вопрос, вот эта занятость всеми этими вещами, она когда-нибудь приведет вас к тому, что вы вдруг начнете зарабатывать, там, ну, 500 тысяч рублей? Как вы думаете, приведет? Нет. Что-то так тухло мы ответили, а остальные, видимо, уверены, что приведет. Вот там кто-то, нет, так не знаю, с чего. Видимо, погряз в этих занятиях. Да, ребят, не приведет. Я всегда говорю в нашей команде, да блеска вымытая посудой ежедневной никогда не поможет оплатить счета на обучение ваших детей, пусть там, за границей, или в стране, в фонд-классном институте. Да, я не знаю, там, приготовленный кастархан, стол, да, он никогда не приведет вас к тому, что вы начнете жить той жизнью, которой вы хотите, свободной жизни. Вот это все нужно понимать. Но это не значит, что этого не нужно делать. Это тоже нужно делать. Но в меру оставляйте всегда себе время, чтобы рекрутировать, чтобы заниматься теми делами, которые вас в конечном итоге приведут, ну, как минимум, вот в этот зал, да, как минимум на сцену, на какие-то бесплатные путешествия, на тот образ жизни, за которым вы сюда пришли, когда вы регистрировались к тому или иному лидеру. Так, теперь давайте перейдем ко второй части, так, моего выступления, это методы рекрутинга. Здесь не будет прям всех методов рекрутинга. Здесь будет то, что делали непосредственно мы с моей супругой, делали на протяжении, там, последних трех-четырех лет, которые мы находимся в компании Faberic. Личный бренд. Кто развивает личный бренд? Поднимите руку. Молодцы, красавчики. А остальные почему? Лень, молодцы, зато честно. Что такое личный бренд? Есть категория людей, которые, знаете, путают и думают, что личный бренд – это вот, это вот когда, ну, когда все круто в жизни, когда ты там выходишь из своего загородного дома или квартиры шикарно, снимаешь торисы, что девочки, смотрите, я смогла, и вы сможете, да? Нет, личный бренд – это вот все от момента регистрации и вот до самого конца, куда вы там идете, да, какая у вас цель. Это и есть личный бренд. Люди за вами следят, люди смотрят, как вы становитесь, вот это становление вашей вчерашней, там, условно, домохозяйки, бухгалтера, водителя до определенного уровня, до которого вы дорастете. Люди верят этим историям, потому что это, ну, как сказать, правильно, это правдивая история. И это нужно показывать всегда, я не знаю, наверняка большинство из вас меня и не знали, не смотрели мой YouTube, но мы, когда только начинали, мы еще жили в деревне с родителями жены, я выходил, там, сарай небольшой, не такой, знаете, сарай, на фоне которого хочется делать салон, он там есть и пенек, и я выходил, вставил штатив и снимал видео, тогда мне казалось, что это нереально круто, что я вообще всех мотивирую, что я сижу в красной спортивке, в бейсболке и рассказываю ребят, сетевой бизнес, это круто. Ну, наверное, кто-то на меня тогда смотрел и думал, боже, что он творит, да, сидит где-то за сарайом и рассказывает, что сетевой бизнес, это круто. Но это я был, я так чувствовал, как бизнес, и мы росли, понимаете? Потому что ты, ну, ты показываешь все, как есть, вот это и есть твой личный бренд. И многие люди сейчас заходят на YouTube, на наш Instagram, они смотрят и понимают, что этот человек не просто откуда-то появился, у него первый пост, что у него там деньги, путешествия и так далее. Они видят, с чего ты начинал, они видят, кто ты был и кто ты есть сейчас. И очень многих людей это, естественно, мотивирует для того, чтобы идти за вами. Это что касается личного бренда. Так, давайте повторим наше упражнение с бутылочкой. Спасибо. Информационный метод здесь уже касается, в этом методе основу делает компания. Все знаем, да, что на плечах компании лежит маркетинг вообще, да, производство продукции, маркетинг этой продукции, маркетинг в целом бизнеса. Все, что требуется от нас в этом методе, это быть своеобразным рупором, который будет просто ретранслировать ту информацию, которую дает компания. Причем нужно не забывать ни о чем. Начиная от того, что регистрация бесплатная и заканчивая какими-то бонусами развития, материнскими бонусами, выплатами, удвоенными выплатами, премиями за звание партнера и так далее. Многие люди забывают транслировать все. Забывают транслировать, особенно, знаете, когда человек уже вырастает до определенного уровня. Я за собой это замечал. И начинаешь новичку сразу рассказывать, смотри, ты можешь круто жить, ты будешь миллионы зарабатывать. А ей, возможно, хотелось бы сейчас услышать, что она материнский бонус будет получать. Понимаете, ей не нужны пока миллионы. Она хочет материнский бонус, она хочет 20-26% скидку. Она хочет какой-то бьюти-бокс получить, крем попробовать, подарочек по стартовой программе. То есть, понимаете, да, в чем идея? Транслировать ту информацию, которую дает наша компания. Транслировать ее везде. По своим чатам, со своими знакомыми, теплый круг, социальные сети, мессенджеры. Просто везде. Без каких-либо ограничений. Следующий метод – это на продукт. Мы им очень здорово пользовались, суперактивно. Когда мы пришли сюда в компанию, это был 2018 год, то есть мы запускали таргет, рекламу, создавали картинки с продукцией, выгодные заказы, выгодные продукции. Запускали. Я думаю, не мне вам рассказывать о том, что компания Фоберлик – это, пожалуй, единственная компания на территории СНГ, у которой самый большой ассортимент. Вот самый-самый большой ассортимент продукции. Давайте поправим компанию за это. И поэтому все, что нужно нам в этом методе – это чуть-чуть посидеть над каталогом, чуть-чуть собрать какую-то картинку с выгодным заказом и запускать рекламу. Люди, опять же, ни для кого это не секрет, люди любят нашу продукцию, обожают нашу продукцию в совокупности с ассортиментом, с качеством и с ценовой политикой. Поэтому, когда мы только пришли, мы были голодны до этого, мы не видели еще такие ассортименты, и мы это прям каждый день, каждый каталог просто бесконечно качали. Сейчас это стало меньше, но, тем не менее, мы тоже продолжаем это делать. Следующее – это адресная рассылка. Я сейчас не буду говорить, что там надо рассылать в личку людям сообщения, знаете, а-ля пятилетней давности, что «Привет, я являюсь консультантом, у тебя есть три возможности, первая – пользоваться», и так далее, и так далее. Расскажу, как мы это делали. Это платный метод, вы заказываете рассылку поста, своего поста со своей основной страницы, никак вас не могут заблокировать, то есть, если вы это делаете платно, это никакое не нарушение, никто не может на вас пожаловаться, ничего не может сделать. Это все, что люди могут, это получить в себе. Ну, я сейчас на примере Инстаграма, да, расскажу. Получить в себя в деревьх сообщение. И это сообщение – это будет просто фотография. Знаете, когда вот приходит в личку ссылка, допустим, там, на какую-то социальную сеть, она чуть-чуть приоткрывается в картинку. Картинка должна быть классная, яркая, зажигающая. И важно, первое предложение, которое вы пишете под этим постом, потому что он тоже его увидит. А там может быть картинка, условно, ну, как мы делали, там, мама в декрете заработала на Мерседесе, там, жили с родителями, переехали в свою квартиру, в свой дом. Все, дальше уже люди хотят, нажимают и попадают на вашу страницу. То есть, они не попадают к вам в месседж, они попадают на вашу страницу. На вашей странице, естественно, должны быть не две фотографии, да, и то картинки. Там должен быть ваш личный бренд. То, о чем я говорил в самом начале. Таргет на бизнес. Тикток, ВК, Фейсбук. Пожалуй, вот этот метод, это, ну, самый, знаете, такой, вот хочу быстрого роста, значит, надо запускать вот этот метод. Конечно, он требует определенных вложений. Чем больше вы вкладываете в таргет, тем больше у вас захваты, тем больше у вас регистрации. Но на данный момент, по крайней мере, в нашей структуре вот эти социальные сети, ну, Фейсбук, там же Инстаграм, да, читайте. Вот эти социальные сети, они приносят самый большой приплод новых потребителей, новых партнеров, активных партнеров, которые со временем перерастают в лидеров. Следующее, блогеры, паблики. Чем хорош этот метод, это, по сути, заказ рекламы у блогеров. Я думаю, не в каждой стране есть, есть маленькие блогеры, большие блогеры, топовые, миллионники, да, и так далее. В чем плюс? В том, что вы запускаете рекламу на прогретую аудиторию. Она прогрета не вами, вас не знают. Но одно дело, когда вы запускаете таргет, и вас человек не знает, вам переходит, он может подпишется, вам надо прогреть его, да, и так далее. Здесь рекламу вашего бизнеса и вас делает человек, от которого его аудитория фанатеет. Ну, знаете, у каждого в стране есть блогеры, за которыми вы любите следить. Это могут быть блогеры, бьюти-блогеры, какие-то просто мамские блогеры, да, и так далее. И когда этот человек у себя в сторис вещает, знаете, такие сообщения, что недавно встретилась со своей старой и давней знакомой, а у нее оказывается бизнес в интернете, а еще они купили квартиру, машину, переходи к ней по ссылке и, возможно, тебе это станет интересно. Видели такие когда-нибудь у блогеров? Видели? Вот это и есть та самая реклама. Заходит она очень здорово. Единственное, нужно быть осторожным, конечно, проверять статистику блогера, потому что, к сожалению, сейчас огромное количество этих же блогеров пользуются накрутками всевозможными. Они вам могут показать одну статистику, а по сути она может быть в 3-4 раза меньше. И последнее, мы уже будем сейчас завершать, это экспертность лидерства. То есть вы должны себя позиционировать с самого начала как лидер. Что это такое? Это методы построения команды. То есть вы можете играть с этим, пробовать что-то. Ну, знаете, наверное, да, все друг по другу, все в первую линию, два по два, ну и так далее. Не буду сейчас все это объяснять. Методы построения команды. То есть вы, работая со своей структурой и транслируя все это опять через личный бренд, вы показываете всем, что вы здесь не просто так. Вы здесь что-то могете, да, как говорится. Вы пробуете и так, и так, и помогаем с построением, и чтобы больше зарабатывать, и первую линию прокачиваем, да, и так далее. Проводите постоянное обучение в команде. Если вы новичок, в вашей команде кто-то новичок, вряд ли он прям сразу кинется с головой в обу, да, вот в это все, хотя бы участвуйте в том, что делают ваши лидеры, и транслируйте это все. Помощь в сопровождении команды, результаты команды, акции от наставника. Вот это все нужно тоже транслировать через свой личный бренд, показывая, что вы эксперт в MLM бизнесе. Так, ну и заканчивая, ребят, я бы хотел, наверное, перечислить, вы тоже видите, перечислить, не перечислить, а сказать фразу, которая должна стать кредо каждому из вас, а я уверен, что у многих это уже кредо, это уже девиз вашей жизни. Знаете эту фразу? Просыпаемся, прослушаем там, на задней кредо. Знаете, молодцы, личный рекрутинг решает все. Все согласны с этой фразой? Да, ребят, потому что, если у тебя нет дохода в этом бизнесе, рекрутируй. Если у тебя нет команды, повторяйте за мной, повторяйте, просыпай. Рекрутируй. Не знаешь, что делать? Рекрутируй. Хочешь новое звание? Рекрутируй. Никто в команде не работает? Да и ладно, рекрутируй. Ты найдешь тех, кто будет работать вместе с тобой. У меня на этом, ребята, все. С любовью, с Аркстаном. Железно, гордость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok